Беговую дорожку считают самым естественным видом тренажёров. Ведь по природе своей человек рождён, чтобы ходить на ногах. Стало скучно? Добавьте руки. Так интереснее и калории сжигаются быстрее. Надоело идти только вперёд? Походите приставными шагами. Только перед этим не забудьте снизить скорость. Кардиотренажёры предназначены для увеличения объёма лёгких, для тренировки сердечно-сосудистой системы, и, конечно же, сжигание жира, увеличение количества калорий. Второе по популярности место достаётся велотренажёрам. При правильном распределении нагрузок можно накачать не только ноги, но и пресс, спину и руки. Тучным людям и тем, у кого проблемы со спиной, подойдёт горизонтальный велотренажёр. Почти лежишь на нём и крутишь себе педали. С людьми, которые имеют отклонения в сердечно-сосудистой системе, нужна определённая работа. То есть нагрузка у них должна быть изначально низкая или средняя нагрузка. Ну и, конечно же, нельзя переусердствовать. Не надо стараться сделать всё и сразу. Постепенность – это важно. А это эллиптический тренажёр. В народе просто лыжи. На нём работают все мышцы тела. Такая ходьба, когда ноги находятся в немного согнутом положении, уменьшает нагрузку на позвоночник и суставы ног. В зависимости от цели, чего мы хотим добиться на кардиотренажёре, мы будем выставлять программы. Допустим, интервальные программы выставляются для тренировки выносливости. Если вы хотите сбросить лишний вес, вам нужна нагрузка 50-70% от максимальной. Если мы хотим потренировать сердце, увеличить капиллярную сеть, объём лёгких, как раз нам можно бежать. Две педали на подставке – это степпер. С его помощью можно подняться на высоту эйфелевой башни, ведь на нём имитируется подъём по лестнице. Тренажёр покажет количество подъёмов и скорость не забудет. Какой бы тренажёр вы не выбрали, помните, что поднимать уровень надо постепенно. Ведь сбрасывать вес и развивать мышцы надо без ущерба здоровью. Екатерина Никитина, Игорь Антонов, Телемикс.